Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему так? Субтитры создавал DimaTorzok Дальше говорит 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 Еще плюс арендную плату. Я что, тебе бесплатно, что ли, ведь работаю? Правильно ли? Нет, я его ходил, пытался продать и тому подобное, или уже продал. Ты мне отдавай деньги, которые я только что отдал хозяину, и еще плюс арендную плату за мой труд. То же самое доверенное хранение. Можно взять арендную плату за свой труд, допустим, если они так договорились. Далее. Говори. Потому что они двое, а это кто? Доверенное лицо, а также уполномоченные, вошли в договор с отобравшим. На каком основании? Потому что они не несут ответственности за этот предмет, если он погибнет в их руках без их легкомыслия и без их вины. И они не получили ничего взамен за те деньги, которые они отдали. То есть они хозяину сейчас деньги за предмет отдали или нет? Отдали. Что-то взамен они получили или нет? Нет, взамен ничего не получили. Поэтому они могут требовать эти деньги обратно у кого? У отобравшего. Все. С этим разобрались? Дальше. Теперь следующее ответвление. Вейна алима. А если же они знали? О чем знали? Что предмет украденный или отобранный, незаконно присвоенный? Анна мацуба. То, что этот предмет является мацуб, то есть отобранным. Истакар раббаману алихима. В этом случае баман, то есть ответственность, остается на этих двоих. На доверенном или на уполномоченных. Истакар раббаману алихима. Потому что вещь погибла, находясь в их руках и без тагрира. То есть никто их не обманул относительно этого предмета. Никто их не оболстил. То есть отобравший сразу сказал, этот предмет отобранный, он не мой. Пусть пока находятся у тебя. Они не оказались обманутыми. Понятно или нет? Но забирали предмет, зная, что он отобранный. Говорит. Истакар раббаману алихима. Поэтому, говорит, баман, ответственность, остается на них. В каком смысле остается на них? В том смысле, что если они заплатили что-либо хозяину, то они не могут возвратиться за этими деньгами к отобравшему. Теперь смотри. А если... Вот это последнее понятно мне? Еще раз давайте повторимся. Смотри. Если вот это вот доверенное лицо или уполномоченные не знали о том, что данный предмет отобран. Так. И человек, хозяин, пришел к отобравшему. Отобравший расплачивается. Может возвращаться к этим или нет? Не может возвращаться. Теперь, если они знают, что этот вещь, что этот предмет или эта вещь отобрана, и хозяин пришел сразу к ним, к доверенному или к кому-то к уполномоченному, те расплачиваются за этот предмет, к отобравшему прийти уже не могут, вернуться не могут. Так как знали о том, что этот предмет отобран. Понятно или нет? Теперь говорит, смотри, а если лезет, то есть хозяин, вместо того, чтобы идти к доверенному и к уполномоченному, пошел непосредственно к кому? К отобравшему. Отобравший должен ему деньги отдать за предмет или нет? Да, должен. Отдал ему деньги. Говорит, Раджа Алихима. Отобравший отдает ему деньги за предмет, а потом идет к доверенному или к уполномоченному и требует у них эти деньги. Те говорят, Субханаллах, за что мы эти деньги должны дать? Ты же его отобрал. Да, я его отобрал, но вы у меня его забрали, зная, что он отобран. То есть вы как бы этим самым взяли на себя ответственность за этот предмет. Вы являетесь кем, что называется, повторным гасабом, повторным отобравшим. Понятно или нет? Поэтому в данном случае этот первый отобравший может требовать своих денег у кого? У второго отобравшего. У доверенного или у уполномоченного, как в нашем примере. Дальше. Говорит, Раджа Алихима. Почему? Почему он может требовать? Не просто потому, что они знали о том, что этот предмет отобран, а потому, что еще этот предмет погиб в их руках. Поэтому он может идти к ним и требовать у них этой платы. Дальше. Теперь последнее осветление в этом вопросе, оно немножко отклоненное от основного того, что мы изучаем. Смотри. А если, говорит, отобравший, поранил этот предмет. Как понять, поранил предмет. Имеется, тут, допустим, отобрал овцу или украл овцу. Потом поранил эту овцу чем-либо, нечаянно, например. Поранил ее. А потом отдал эту овцу на доверенное хранение. Или вернул ее хозяину. А затем эта овечка скончалась из-за этой раны. Из-за этой раны. У кого она скончалась? В чьих руках скончалась? В руках хозяина или в руках доверенного? В данном случае, говорит, баман ответственность. Ложится на кого? На отобравшего. В любом случае. Почему в любом случае? Что значит в любом случае? То есть в любом случае знал доверенный о том, что этот предмет отобран или не знал. Почему, брат, в данном случае ответственность ложится на отобравшего, а не на кого? На доверенное. Потому что отобравший стал причиной гибели. В тот раз, кому он? Он же возвращался к доверенному в прошлом вопросе. Почему возвращался? Потому что предмет погиб в руках доверенного. Погиб в руках доверенного. Без вины отобравшего. А здесь он погиб в руках доверенного на основании вины отобравшего. Потому что он поранил эту овечку. Говорит, ляну голь мутлив. Потому что он погубивший. Он поранил. Факанал баману алей. Поэтому ответственность ложится на него. Камалю бай шарага билет лад фетхи. Как если бы он, что сделал? Как если бы эта овечка погибла в его руках непосредственно. То есть здесь уже роль не играет. В чьих руках находилась овечка, когда она погибла? В руках доверенного, хозяина или отобравшего? Потому что отобравший стал мусаббик. Как бы причиной гибели. Поэтому эта овечка рассматривается так, как будто бы она погибла в руках отобравшего непосредственно. Все. Вот этот вопрос ясен или нет? Опять. Итог подводить нужно или нет? Итог, брат, будет подведен, иншалла, в вопросах и ответах. Томан? Но суть от тебя сейчас, которая требуется, это что? Чтобы ты понял все эти ответвления, откуда они вытекают и на какой аргументации они строятся. И почему так происходит. Все. Теперь, далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Если человек отдал отобранный предмет на временное, безвозмездное пользование. Прежде чем читать этот вопрос, запомнить, что ответ в нем будет точно такой же, как в прошлом вопросе. Понятно? Это просто заранее забегаем. Но проблема в чем возникнет во время чтения? Проблема возникнет с мнением Ибрухудама. Почему? Потому что мнение Ибрухудама, это мнение ханбалитов в вопросе безвозмездного, временного пользования предметом. А наше мнение противоречит мнению ханбалитов в данном вопросе. Что за вопрос? Помните, мы его размирали ранее. Говорили, если человек взял предмет на временное, безвозмездное пользование, то несет ли он ответственность за него, если этот предмет погиб без его легкомыслия и без его вины? Не несет. А ханбалиты что считают? Что несет ответственность за этот предмет. Я взял у тебя стул, потом этот стул у меня, допустим, украли или сломали без моей вины. Я должен тебе заплатить, как хозяину этого стула, деньги за этот стул или отдать подобие этого стула? Нет. Не должен. По правильному мнению. А ханбалиты считают, что должен. Безвразницы, как погиб этот предмет. По моей вине, не по моему легкомыслию. Или без моей вины и без моего легкомыслия. В любом случае я должен тебе заплатить. Понятно? Поэтому в словах Ибрухудама будет идти вот эта вот грань. А у нас будет немного отходить эта грань. В другую сторону. Понятно ли? Поэтому к этому нужно быть готовым. А вообще, брат, ответ в этом вопросе такой же, как в прошлом. Почему? Потому что в любом случае отдал ты предмет на доверенное хранение или отдал ты на безвозмездное временное пользование. В любом случае оба этих человека, пользующиеся и доверенные, не несут ответственности за предмет, если он погиб без их вины и без их легкомыслия. Поэтому ответ будет одинаковый. В том вопросе и в этом вопросе. Все? Дальше. Панель Ибрухудама и Ибрухудама. Теперь читаем слова самого Ибрухудама. Говорит Ибрухудама в своей книге от Богни. Ибрухудама в своей книге. Опять, постановление такое же. Малик, хозяин автомобиля настоящий. Опять имеет право наложить ответственность на обоих. Что на отобравшего, что на пользующегося. Относительно чего он возлагает ответственность? Относительно аджера арендной платы. И относительно чего? И относительно платы за сам автомобиль. Как понять арендной платы? Здесь же нет аренды. Откуда арендная плата взялась? Кто скажет? Смотри, хозяин приходит к пользующемуся этим автомобилям. Говорит, это автомобиль мой. Как твой? Мне, говорит, дал его вот мой сосед. Этот сосед, говорит, твой, любимый. У меня, говорит, этот автомобиль отобрал. Теперь вот этот вот пользующийся разбил этот автомобиль. Говорит, извини, этот автомобиль уже разбился. Я, говорит, его разбил начально. Допустим. Так, теперь вот этот вот разбивший, разбивший, пользующийся этим предметом, который пользовался. Что должен заплатить этому хозяину? Должен заплатить плату за автомобиль. Сколько у нас автомобиль стоил в наших примерах? 600 тысяч. Заплатил 600 тысяч. И еще что должен заплатить? Еще должен заплатить 9 тысяч. Так, кто-то может спросить, при чем здесь 9 тысяч? Этот пользовался уже за бесплатно, он же не пользовался за деньги. Мы говорим, да, он не пользовался за деньги. Но хозяин автомобиля имеет право получить арендную плату за этот автомобиль. Почему? Почему? Потому что ему не давали в руки его же автомобиль, тогда как если бы этот автомобиль был в его руках, он мог бы сдавать его в аренду и каждый из него получать определенную сумму денег. 100 рублей, как в нашем примере. Своили или нет? Говорит, фадильмалик фадмину ай-и-ми-маша аджрага ва-кимата. Поэтому, говорит, хозяин автомобиля, владелец предмета, говорит, имеет право наложить ответственность за аренду, а также за кима, за саму плату за автомобиль, вот за этот, на обоих, будь то на отобравшую или на пользующегося. Теперь ответвление начинается. Если, говорит, он наложил такую ответственность на пользующегося, вместе с тем, что пользующийся знал о том, что этот автомобиль отобран, он говорит, не может возвратиться ни к кому. То есть не может возвратиться к отобравшему за своими деньгами. Почему? Потому что сам является отобранным, сам является отобранным в данном случае. Потому что, зная, что этот автомобиль в угну, он все равно взял его на временное, безвозмездное пользование. Дальше, говорит, а если, говорит, он, то есть хозяин, наложит возмещение ущерба на отобравшего, то в данном случае отобравший платит ему деньги, то есть хозяину, а потом возвращается за этими деньгами к кому? Пользующимися. Почему? Потому что пользующийся знал, что этот предмет отобран и как бы перенял ответственность за этот предмет на себя. А если, говорит, пользующийся не знал о том, что этот автомобиль угнан, думал, Маша Аллах, сосед купил себе хороший автомобиль вчера на базаре, дал мне его еще покататься на недельку. Взял его себе, не зная, что этот автомобиль угнан. Говорит, Смотри, говорит, говорит, и хозяин наложил ответственность на пользующегося, то есть пользующий заплатил ему 600 тысяч за этот автомобиль. Пользующийся все равно, говорит, не может вернуться к отобравшему за этими деньгами. Почему? Потому что, говорит, пользующийся, когда автомобиль забирал, хоть он и не знал, что он отобранный, но пользующийся, говорит, должен нести ответственность за этот автомобиль в любом случае. Разобьет он его по своей вине или не по своей вине. Вот это мнение правильно или нет? Вот это как раз то, о чем мы говорили выше. Это мнение неправильное в этом вопросе мнение кого? Анболитов. О том, что пользующийся возмещает ущерб за погибший в его руках предмет в любом случае. Это не является правильным. Но, правильное, значит, ответвление здесь будет так звучать, то, что если пользующийся не знал о том, что этот автомобиль отобран, незаконно присвоен, потом хозяин к нему пришел, у этого пользующегося забрал деньги за автомобиль в 600 тысяч, то пользующийся может вернуться к хозяину, а точнее кому, к отобравшему за этими деньгами, или не может вернуться? Кто скажет? Кто как понял? Может. Потому что он не несет ответственности за этот предмет, который погиб, без его вины и без его легкомыслия. Дальше. А может ли пользующийся вернуться, говорит, кому? К отобравшему за арендные платы. То есть сейчас пользующийся, какие деньги отдал хозяину? Кто скажет? Брат. 600 тысяч отдал, еще 9 тысяч отдал. Ибнухудама говорит, за 600 тысяч не может вернуться, потому что он несет ответственность за этот предмет. Мы с этим согласились или нет? Не согласились. Как не может? Может вернуться и забрать эти 600 тысяч у отобравшего. Теперь говорит, а за 9 тысячами, ибнухудама говорит, а за 9 тысячами он может вернуться или не может вернуться? Говорит, в этом вопросе два мнения, то есть у кого? У кого два мнения в этом вопросе? Уханбалитов. Говорит, а хадуума, первое мнение, То, что он может вернуться за этими деньгами, потому что, говорит, те полезные свойства, которые он получил от этого автомобиля, он получал их на договоре безвозмездного пользования. Дальше, в Иссане, второй реваят, То, что он не может возвратиться, зачем? За этими деньгами к отобравшему. Потому что он получил пользу от этого автомобиля. И получил как бы то, за что он отдал эти деньги. Вот это вот, какое мнение из этих двух, правильно? Кто скажет в этом вопросе? Кто внимательно слушает? Еще раз, смотри, хозяин пришел к кому? Пришел к отобравшему. Правильно или нет? Пришел к отобравшему. Отобравший не знает, а к отобравшему говорю. Хозяин пришел вот к этому, который пользуется этим предметом на данный момент. И который его разбил без своей вины и без своего легкомыслия. Хозяин может это сделать, во-первых, или нет? Может. Накладывает на него возмещение ущерба. За что? За автомобиль и за арендную плату. Тот, то есть пользующийся на основании безвозмездного пользования, выплачет ему 600 тысяч и выплачет ему 9 тысяч. Потом мы говорим, может ли этот пользующийся вернуться к отобравшему за 600 тысячами? Может вернуться. Все, с этим уже разобрались. Теперь другой вопрос. А за 9 тысячами может вернуться или нет? Говорит два мнения. Первое мнение, говорят, что он не может, а что он может вернуться и забрать эти 9 тысяч. Почему? Потому что он пользовался этим предметом не на качестве аренды. Он не должен аренду платить отобравшему. Пользовался то, что безвозмездно он пользуется. А второе мнение, то что он не может вернуться к отобравшему. Почему? Но эти 9 тысяч на нем. Потому что он, говорит, пользовался автомобилем. И вот эти вот 9 тысяч, как арендную плату, он что сделал? Он использовал. То есть автомобиль он как бы использовал за эти 9 тысяч. Вопрос, какое мнение из этих, правильно, первое или второе мнение? Второе? А ты как считаешь? Первое. Почему он не должен, что называется, 9 тысяч этому отобравшему? Потому что у него между ними и между них договор о чем? О безвозмездном пользовании. Говорит, я тебе не должен, отдавай мне эти 9 тысяч отобравшему, говорит. Я, говорит, их отдал кому? Хозяину. Все, отдай мне эти 9 тысяч и 600 тысяч. Почему? Потому что, говорит, я с тобой не договаривался, что я тебе что-то должен за аренду платить. Понятно или нет? Но я что? Я пользовался этим автомобилем на основе безвозмездного договора. На основе безвозмездного пользования. Без денег. Я просто у тебя взял этот автомобиль на пользование. Говорит далее. И такое же, говорит, постановление относительно тех частей предмета, которые погибли в процессе использования. Так, этот вопрос мы рассматривали или нет? Говорили, если полотенце, на нем, допустим, что? Ворс. Ворс исчезает через месяц после использования, допустим, полотенца. Так, за него, говорит, ответственность несет пользующийся или не несет пользующийся в данном случае. Правильное мнение будет каким? Правильное мнение будет таким же. То, что он не несет за это ответственность. Почему? Потому что дающий вечно пользование уже сразу предполагает, что этот ворс исчезнет, потому что он исчезнет при использовании. И как бы это разрешает молчаливо. Все, далее говорит, говорит, если же предмет на момент отбора стоил дороже, чем на момент гибели, то гасып, то есть отобравший, должен возместить большую цену. То есть, вот этот автомобиль же у нас погиб или не погиб. Поэтому мы сказали, кто должен за него возмещать? Должен возмещать отобравший, сказали. Поехали. Сколько он возмещает денег в данном случае? Возмещает, смотрим. На момент угона автомобиля автомобиль стоил 600 тысяч. А на момент гибели автомобиля он стоит 450. Сколько он должен возместить? Большую сумму. Должен возместить 600. Более того, что мы сказали, исходя из слова шелка, не помните или нет? То, что если этот автомобиль на момент нахождения у отобравшего повышалась его цена больше, чем 600 тысяч, тогда он должен заплатить вот эту, еще большую цену. Понятно или нет? Это мы уже разбирали ранее. Говорит, Говорит, в данном случае, Вот этот вот гасып, то есть отобравший, возвращается, говорит, кому? Возвращается к мустаиру, пользующемуся. В этой разнице между двумя ценами. Ля нудахала аля анну ля ябману, ва лам ястови бадалагу. Потому что, говорит, он, то есть отобравший, вошел в договор с тем, который взял этот автомобиль на пользование, с таким условием, что он не несет ответственности за автомобиль. Кто не несет ответственности за автомобиль? Говорит, отобравший. Не несет ответственности за автомобиль. Это мнение правильно или нет? Мнение не является верным. То есть, вернемся. Смотри, Евнокудама что хочет сказать? Евнокудама хочет сказать. Автомобиль, когда его угнал, отобравший, стоил сколько, мы сказали? 600. Плайм, теперь, когда он погиб, он стоит сколько? 450. Отобравший сколько отдал? Отобравший, говорит, отдал 600 тысяч. Кому? Вот этому вот, хозяину. Плайм, он говорит, Евнокудама говорит, отобравший, говорит, может прийти к пользующемуся и забрать 150 тысяч разницы. 150 тысяч разницы. Потому что автомобиль, наверное, не гибнет, стоит только 450. А он отдал лишние. Лишние 150-600 отдал. Таим. Мы говорим, это мнение не является правильным. Почему? Потому что пользующийся не несет ответственность за предмет, если он погиб у него без его вины и без его легкомыслия. Понятно или нет? Поэтому здесь всю ответственность на себя берет отобравший, а не тот, который пользовался. Дальше. Видишь, опять здесь второе включение, когда имам Евнокудама что делает? Приводит мнение неправильное о ханбалитах, и из-за него нам приходится оговариваться. Дальше. Фаинрадда аль-Мустаир алял-Гасиб фалильмалик аль-Юдамминаву айдан. Говорит, теперь смотри, еще один важный момент. А если, говорит, Мустаир, взявший автомобиль на пользование, обратно потом его вернул Гасибу, то есть обратно вернул кому? Отобравшему. Говорит, здесь хозяин этого предмета может наложить ответственность опять на пользующегося. Почему? То есть смотри. До этого мы какой вопрос, брат, рассматривали? Внимательно сюда посмотрим, чтобы не запутся. До этого мы рассматривали вопрос, есть отобравший, есть пользующийся. Предмет у кого? У того, кто пользуется. Поэтому мы сказали, хозяин может прийти, что сделать? Наложили ответственность на обоих. Правильно или нет? Теперь другой вопрос. Предмет уже не у того, кто пользуется. Все, он уже его отдал. Пользующийся уже свободен. У него нет этого предмета. Гуляет уже сам по себе. Хозяин пришел к кому? К отобравшему. Вопрос, а может ли хозяин наложить ответственность на пользующегося? Вместе с тем, что этого предмета у пользующегося уже нет. И внухудама говорит, может, в какой ситуации, если пользующийся знал, что этот предмет отобранный, а потом его обратно вернул Гасибу. Почему, говорит, может наложить на пользующегося, хотя предмета уже у него нет? Потому что, говорит, пользующийся не имел права возвращать этот автомобиль обратно Гасибу, зная, что этот человек является отобравшим. Но должен был вернуть его кому? Должен был вернуть его хозяину. Понятна аргументация? Видишь, говорит, Если Мустаир, то есть пользующийся, обратно вернул автомобиль отобравшему, то, говорит, хозяин может наложить ответственность опять на кого? Местоимение Гу. На кого возвращается? На Мустахира, то есть пользующегося. Потому что он лишил возможности хозяина забрать свой автомобиль тем, что отдал его обратно кому? Отобравшему. Хотя не имел права такого делать. Говорит, А если, говорит, предмет погибнет в руках отобравшего, не в руках пользующегося. То есть пользующийся пользовался и потом отдал. Пользующийся пользовался, потом отдал. Но предмет в итоге погиб в руках отобравшего. То в этом случае всю ответственность несет отобравший. Потому что пользующийся здесь, в данном случае, предмет даже не в его руках погиб. То есть он вообще не должен нести какой-то ответственности. Но ответственность ложится на отобравшего. И такое же вид постановления относительно вещи, если бы она была отдана на хранение какое-то доверенное. То есть вопрос отдачи предмета на временное безвозмездное пользование такой же, как если бы его отдали на временное пользование, какое-то, точнее, на доверенное хранение. Говорит шеф Хаут ибн Хизам теперь, Что касается слов Ибн Кудамы, который сказал, что пользующийся вступил в договор, на том условии, что он не несет ответственность, точнее, что он несет ответственность за этот предмет, Это говорит Ибн Кудама, строит на неправильном мнении ханбалитов, о том, что предмет, который взяли на пользование, за него человек несет ответственность. Но более правильное мнение, что пользующийся не несет ответственности за этот предмет. Кроме как, если относительно этого, будет поставлено дополнительное условие хозяином. Как мы уже говорили ранее. Ранее вопрос, разбирали этот или нет? Кто помнит? То есть, если хозяин отдавал предмет на пользование, стул, и говорит, я отдаю тебе с условием, что ты несешь ответственность в любом случае, даже если он погибнет в твоих руках, без твоего легкомысля, без твоей вины, все равно ты должен мне отдать деньги за него. В этом случае должен тот отдать деньги за него или нет? Пользующийся должен. То же самое здесь. Исходя из того, что мы прочитали, получается, что постановление в этом нашем вопросе, такое же, как постановление в прошлом вопросе. Постановление в вопросе о временном пользовании безвозмездным предметом, такое же, как постановление в вопросе доверенного хранения. Ни одному Аллаху лучше известно. И последний вопрос на сегодня. Если отобравший незаконно предмет, подарил его кому-то другому? Говорит Ибн Кудамо в своей книге Аль-Мухни. Говорит, если человек, отобравший, подарил этот предмет тому, который знает о том, что этот предмет отобран, отобрал у кого-то, допустим, что, например, отобрал у кого-то записывающее устройство, потом подарил своему соседу. И при этом сказал соседу, эти часы, допустим, или это записывающее устройство было отобрано мною или украдено. Об этом необходимо знать. Говорит, из Таакарва Аббаману Аля-Муттахи. В этом случае ответственность идет кто? Тот, который получил этот подарок. Получивший подарок несет за это ответственность. Почему? Потому что он становится повторным гасадом, зная о том, что вещь отобрана, согласился на ее принятие. Фамахма гарима мин тима тил ай, ау аждаиха, ла нерджи бихи алааха. Сколько бы он ни понес, говорит, ущерба и штрафа за этот предмет, он не может вернуться к тому, кто ему этот предмет подарил. Говорит, ля нна талэфа хасалати ядей у алямия гурра уаха. Потому что этот предмет погиб в его руках и никто его не оборстил. То есть тот, который принял подарок, знает, что этот предмет отобран. Потом этот подарок у него в руках погиб. Пришел хозяин этого предмета. Требует у того, кому этот предмет подарили, возмещение за этот предмет. Кто будет возмещать? Говорит, возмещает тот, кому подарили, и не может идти к отобравшему. Не может идти к подарившему. Потому что знал об этом. Его говорит, ламия гурра уаха. Его никто не обольстил. То есть никто не обманул, что этот предмет не отобранный. Но ему было разъяснено. В Акадали к Аджру муддати муками и фиадей. Видишь, так же говорит, он будет выплачивать аренную плату за то время, пока этот предмет был в его руках. А так же, если этот предмет потерял цене или потерял качество, то и это еще тоже будет восполнять. То есть, если предмет у нас целый и невредимый. Не говорим невредимый, но он целый, остался. Допустим, часы. Человек украл часы, потом подарил своему соседу. Часы есть. Пришел хозяин и говорит, отдавай мне эти часы. Тот, который перенял этот подарок, зная о том, что он украден, обязан вернуть часы или нет? Обязан вернуть часы. Еще говорит, что должен вернуть. Ходяй берет часы, говорит, ничего себе, они все истарапанные стали. Такие нормальные, красивые были. Я бы мог их продать по такой-то цене, а сейчас они не стоят даже статки-то. Таи. Аршун нафс называется. Должен выплатить, что ущерб за недостаток. За уменьшение качества или уменьшение цены этих часов, этого предмета. Ясно? Тоже, кто выплачивает? Тот, кому дали в подарок. Потому что, когда принимал подарок, знал, что этот подарок украден. Дальше говорит. А если же тот, кому подарили, не знал о том, что этот предмет украден, то, во-первых, хозяин, говорит, может опять наложить ответственность на обоих. На подарившего, который в данном случае отобравший, и на того, кому подарили. Если, говорит, хозяин придет к тому, кому подарили, то он должен возместить хозяину деньги за эти часы. Или отдать сами часы, и плюс недостаток, и тому подобное. Но потом возвращается, говорит, к тому, к отобравшему, то есть подарившему за этими деньгами. Это пока понятно или нет? Потому что, говорит, он, то есть подаривший его, обманул. Сюда посмотрим. Все понятно или непонятно? Все про то же самое. Линия одна и та же идет. Дальше. И сказал в этом вопросе Абу Ханифа, На кого бы не наложил ответственность хозяин, они друг другу возвращаться за деньгами не могут. В данном случае, в любом случае, говорит. Но за нас, говорит Ибн Кудама, то есть Ибн Кудама сейчас какое мнение будет доказывать? То, что если человек принял подарок и не знал, что эта вещь отобранная, то он, даже если он отдаст хозяину деньги, то может вернуться к подарившему за этими деньгами и обратно их забрать. Потому что он не знал, что этот подарок украден. Говорит. Поэтому, говорит, за нас то, что, говорит, человек вошел, да халя. Куда вошел? Домой вошел, в туалет вошел. Куда вошел? Не, имеется в виду, вошел в договор. Договор какой? Договор подарка. О том, что этот подарок будет передан ему. В этом случае, говорит, он должен вернуться к этому подарившему за ценой этого предмета. За ценой этого предмета, который он только что отдал кому? Хозяин. В качестве возмещения ущерба. Говорит. Так же, как он брал бы деньги за детей. За детей. Что за деньги имеется в виду за детей? То есть, смотри. Если человек украл рабыню. Потом эту рабыню подарил кому-то. В качестве подарка. У этого, то есть, кому подарили эту рабыню, от этой рабыни родились дети. Родились дети. Вот эти дети, кому принадлежат в данном случае? Мы говорим, принадлежат тому, кому подарили. Потому что он не знает о том, что эти, что эта рабыня отобрана. Но в действительности, на практике, кому эти дети принадлежат? В действительности, хозяин у этой рабыни. У кого эту рабыню украли? Понятно или нет? В данном случае, в данном случае, этот человек будет выкупать своих детей или не будет выкупать своих детей. Будет выкупать своих детей у хозяина. Так, кому, говорит, он вернется за деньгами относительно этих детей потом? Подарившему ему эту рабыню. Говорит, в этом вопросе, говорит, Абу Ханифа с нами согласился, говорит, кто Ибн Кудама. Когда Ибн Кудама согласился с нами Абу Ханифа, не означает, что Абу Ханифа согласился с Ибн Кудамой. Почему? Абу Ханифа жил гораздо раньше, чем Ибн Кудама. Ибн Кудама не был на свете, когда был кто? Абу Ханифа. Но имеется в виду, Абу Ханифа согласился в этом вопросе с кем? То есть, в этом вопросе с этим мнением согласился. Даже неправильно говорить, что Абу Ханифа согласился в этом вопросе с мнением ханбалитов, потому что во времена Абу Ханифа еще и ханбалитов не было. Понятно или нет? Но было что? Как таковы, как устояющиеся Мазгабы, не было такого понятия. Но имеется в виду, он согласен в этом вопросе с этим мнением. Говорит, что касается Уджира, а также Магра, а также Аршуль Бакара, то, говорит, тот, кому подарили рабыню, возвращается к отобравшему, незаконно присвоившему за этими деньгами или нет. Что это означает? То есть, брат, когда хозяин придет к человеку, которому подарили рабыню, что он будет с него требовать? Во-первых, возврата рабыни. Дальше. Во-вторых, потребует Уджира, то есть, как бы арендную плату за эту рабыню. Что за арендная плата? Говорит, что за плату, то есть, что за арендную плату? Имеется ввиду за наем. То есть, я мог сдавать эту рабыню, допустим, для прислуги в какой-то дом, например, получать за нее аренду плата. То есть, работала бы она служанкой, допустим, в каком-то доме, помогала бы, допустим, воспитывать детей или убирать дом и тому подобное, я бы получал за нее деньги. А также магар. Что знаешь магар? То есть, если бы на этой моей рабыне кто-то женился, то этот муж отдал бы магар ей. Но так как она моя рабыня, этот магар перешел бы к кому? К владельцу рабыни. То же самое здесь. Говорит, у меня отобрали или забрали рабыню и жили с ней подобно тому, как живут с женой. Соответственно, заплатите мне магар. И говорит Аршуль Бакара. Что такое Аршуль Бакара? То есть, возмещение ущерба за потерю девственности. То есть, если рабыня была девственницей, то необходимо возвратить хозяину также ущерб за это. Говорит, в данном случае, если тот, кому подарили эту рабыню, все эти деньги выплатит хозяину, может ли он возвратиться к подарившему? То есть, к тому, кто отобрал эту рабыню у хозяина. Говорит, в этом вопросе также два мнения. То есть, у кого? У ханбалитов. И правильное мнение, то, что в данном случае, да, может вернуться к кому? Может вернуться к тому, кто ему эту рабыню подарил. Говорит, то есть, в том смысле, если он не знал о том, что эта рабыня присвоена незаконно. А если знал, тогда, мы сказали, не может возвратиться. Говорит, говорит, а если, говорит, он наложил ответственность на самого отобравшего, то есть, хозяин, если пришел сразу к отобравшему, и на него наложил ответственность, то, говорит, может ли он вернуться за этими деньгами к тому, которому подарил рабыню? Говорит, также на два мнения. На не более правильное мнение, то, что не может вернуться в этом случае. Понятно или нет? Почему? Потому что знал, что эта рабыня отобранная, подарил ее сам по своей воле, а тот, кому подарили, не знал о том, что эта рабыня была присвоена незаконно. Давайте следующий вопрос оставим на следующий урок. И почему? Потому что время у нас подошло. Субханакуллаху ма ва хамдик. Ашаду Аллаху и ла ха и ла анта. Астагфораллаху а ва тубу.